На четыре дня голубые дорожки Брестского дворца водных видов спорта стали площадкой для 300 пловцов шести стран. Как для зарубежных гостей, так и для белорусских спортсменов турнир – это не только дополнительная соревновательная практика, но и возможность отобраться сразу на три представительных состязания. Августовский чемпионат Европы в Глазго, юниорский чемпионат в Хельсинки и третий юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Буэнос-Айресе. Предстоящий сезон для пловцов будет нелегким. Подготовка строится таким образом, чтобы у нас все-таки были медали и на Европейском чемпионате, и на Олимпийских юношеских играх. Задел для этого у нас есть. Мы очень надеемся на те эстафеты. Вы помните наши две медали на последнем чемпионате Европы, где ребята проявили себя и смогли завоевать и серебро, и бронзу в эстафетном плавании. Поэтому целенаправленная пойдет подготовка именно на эстафету. Кубок Беларуси – первые старты республиканского уровня в новом сезоне. Поэтому за рекордными секундами пловцы не гонятся. В заплывах спортсмены проверяют, насколько успешным и правильным получился тренировочный процесс. Подводят промежуточные итоги. Соперницы очень достойные, сильные. С ними мне очень повезло, но хотелось бы, конечно, побыстрее проплыть. Готовлюсь теперь к чемпионату летнему. Хочу опять же попытаться выполнить отбор. Буду надеяться, что все получится. Финальные заплывы первого дня турнира у мужчин получились предсказуемыми. Илья Шиманович, Никита Цмык, Виктор Стасилович и Евгений Цуркин отобрались на международные старты. Все получилось, все, что планировали, все, что готовили, все получилось. К старту подошел с холодной головой. Я знаю, к чему я иду. Это чемпионат Европы летний. Поэтому в такой немножко рабочей атмосфере проходит этот старт. И, по сути, я болел, но все равно получилось отобраться на чемпионат Европы. К чему, естественно, очень доволен. Все по плану. Особых рекордов не получилось и у женской половины участниц Кубка Беларуси. На пик формы спортсменки планируют выйти к началу лета. Норматив на чемпионат Европы выполнила и брестская русалочка Анастасия Шкурдай, успешно выступив на непрофильной для себя дистанции 50 метров брасом. Показанное время достаточно хорошее, так как я специализируюсь на дистанциях 50 бутерфляй, 100 бутерфляй, а также спиной плаваю. Для меня полотенник брасом – это новая дистанция. И поэтому для меня большой успех занять третье место. И я улучшила результат, поэтому я довольна. Мы работали как и до этого, так как и сейчас в полную силу. И то, что я попала в команду – это очень приятно. Но мы все равно продолжаем работать точно так же и еще сильнее. Поэтому ответственность остается такой же. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.